Данное видео не несет в себе цель – оскорбить кого-либо. Ролик сделан исключительно в развлекательных целях. И мы, что называется, сдаем земли, что никому в страшном сне не снилось. Под маркой этого дебильного, что мы открываем дороги, это нам принесет пользу. Куда мы открываем дороги, я не знаю. Слушай, мы открываем дороги, они принесут пользу, но не нам. Но я говорю, а что мы так радуемся этому? Эти люди могут понять, что эти дороги нас из нашего хронического тупика, где мы исторически есть, никуда не открывают. Что если уж так сложилась ситуация, то надо было делать по этому системе Эрдогана, Крым на Кипр 2К. Дайте нам какой-нибудь выход к морю, к какому-нибудь. И лучше к тому, которое не то, о котором тебе думают. Будет разблокировка, будете выход к морю. Откуда? Откуда? Из Еревана, например. Куда? К какому морю хочешь? Какое-нибудь море черное, Средиземное. А ты что, землю хочешь? Да, я хочу, если у нас берут столько земли, делимитацию, демаркацию, дефеминизацию, еще какой-нибудь. Нам бы проход дальше. Ты сейчас как Армения на грубость нарываешься. Ты сегодня кто такая, что требуешь каких-то земли? Я ставлю задание. Я все равно буду до последнего вздоха говорить, что армяне, мы когда пошли этот Карабах освобождать наш исторический, я не знаю какой, мы должны были понимать, что мы не выходим из ямы нас окружающей, мы дорог себе не приобретаем. Вот в современном мире, в любом мире, в дороге нет коммуникации, очень важная вещь. Конечно. Слушай, мы опять пошли, тоже увеличили свою стену. Нет, у нас даже не существует. Нету муда, нету, не существует. Что не понимаешь? Оттуда ушли практически не все профессионалы. Нет, это я все понимаю. То есть тут понимать нечего, это все как бы очевидно, факты. Но вот как можно править страной, в которой нет ведомства, занимающегося иностранными делами, дипломатией в ситуации военных действий? Во-первых, никто стартной не правит, если ты заметил. Нет, почему никто не правит? Ну хотя бы внешние силы правят страной? Кто правит в страну? Страна же как-то типа холдобродица. Нет, Армении никто не правит. Во-вторых, Армении добивает последние осколки государственности. Нет безысходной ситуации, если все не передохли. А поскольку мы еще не все передохли, вот так просто буду говорить, а у некоторых даже есть честь и достоинство, надо понимать, что возможность поднять с пола что-то, сделать из него флаг и идти вперед, она продолжает оставаться. Всегда есть возможность в обмен на что-то получить дорогу к морю. Как ее можно было бы купить кусками этой диаспори к Черному морю через грузинские и прочие, в аренду взять на 100 лет, а дальше посмотрим, что будет с этим. Кстати, должна тебе сказать, что вторая вещь, которая меня очень порадовала, что все-таки речь идет о открытии новой атомной, да? Ну, это речь, да. Ну, речь, они там 30 лет говорят, до 36 года. Можно сказать, что у тебя работы прибавится? У меня прибавится. Нет, у меня, я сейчас думаю, а зачем взрывать атомы? Можно оттуда просто этот уран вытащить и сделать что-нибудь более интересное. Я тебе скажу, я тебе скажу, почему мы здесь. И я объясню, почему. Не потому что я шизофрена, пока может быть, шизофрена, не знаю. Потому что есть такие понятия, как честь и достоинство. Вот я не хочу. О! Я не хочу, чтобы мои честь и достоинства валялись там, и кто хочет по ним... Нас лучше убить сейчас. Если мы встанем с колен, вот не поздоровится. А знаешь, почему? Потому что все-таки задача в этом лже-толерантном глобальном мире, поэтому заповедник оставят. Вот этот заповедник гоблинов где два с половиной огнина оставят. Поэтому у нас тоже не так уж и много. Когда мы говорим ты и я, мы с тобой прекрасно понимаем, что таких очень много. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.